Прошедший в Карачаево-Черкесии открытый чат с главой республики включил большое количество вопросов на самые разные темы. На одни Рашид Тимрезов давал ответы сразу, по другим будут проработаны варианты для наилучшего решения тех или иных проблем. Так, жители одного из домов в Черкесии интересовались, когда им стоит ожидать переселения из здания, которое рушится день за днем. О нынешних условиях проживания людей и принятом по их вопросу решений репортаж Артура Мхце. Кого-то по утрам будят первые петухи, а в этом доме по Гутикулово-7 горожане просыпаются от кваканья земноводного из полуподвального помещения. Люди не хотят привыкать к подобным условиям жизни и постоянно обращаются за помощью в различные инстанции. Мы были здесь в конце прошлого года. С тех пор в лучшую сторону изменилось только одно – желание покинуть дом, который разваливается прямо на глазах. Нигде стекол нету на лестничных площадках. Мы уже фанерами их забили. Извините, если бы у нас деньги были, мы бы квартиры купили бы. Уже пять лет, наверное, мы просим, чтобы на нас хотя бы внимание обратили какое-нибудь, пришли, хотя бы ремонт какой-нибудь. Нет, мы даже не знаем, мы кому платим. Дождь проваливается, нельзя туда зайти, вы сами увидите. Везде сыро, везде мокро. Мы тоже люди, сколько дети, вот четыре дети. Когда дождь, невозможно, она дверь откроет, мы задыхаем. Коронавирус, я считаю, коронавирус здесь, здесь надо лечить. У нас всё ржавое, всё сыплется. Тут дети вообще не могут купаться, потому что холодная вода круглогодичная была. А горячую мы только увидели сейчас. Это была мужская душевая. Около женской нас встречает сильный напор воды из проржавевшей трубы. Горячие брызги от стены разлетаются в разные стороны на несколько метров. Само же помещение, где купаются в том числе дети, можно использовать разве что в качестве декорации к историческим фильмам о военной поре. Пол здесь скорее номинальный. Лежащие на нём большие камни не дают людям провалиться ещё глубже. Электричество, газ, вода – не все жители, но многие исправно платят за услуги. Однако, если в других домах коммуникации выглядят эстетично, в этом здании всё куда печальнее. Оголённые провода, явно не разгоревшие щитки, проходившиеся трубы и переставшие использоваться по прямому назначению кухня. Гуляющие по зданию сквозняки разгоняют по комнатам неприятные запахи. Запасных выходов давно нет. Они разрушены, а один охраняется змеёй. Люди и рады бы уехать куда-нибудь, но это единственное их жильё. Когда-то дом обслуживала управляющая организация, но спустя год пришлось искать новую. Брать на баланс никто не хочет. Слишком уж много проблем придётся решать. Здесь надо сперва вкладываться, чтобы потом была отдача. К чему большинство управляющих компаний не готовы. В конце прошлого года во время прямой линии с населением глава региона пообещал помочь людям. В прошедшем на днях открытом чате Рашид Темрезов ещё раз подтвердил, что о горожанах не забыли. Их переселение из аварийного жилья – лишь дело времени. Об этом же рассказали людям и представители Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Черкеска. В настоящее время у нас техническое заключение уже по данному дому готово. Сейчас мы ждём сдачи второго дома на свободу 62. Как второй дом нам сдают, мы и этот дом, и порядок других домов утверждаем постановление. И до конца 2023 года процедура переселения начнётся. Впрочем, люди в этом доме живут неунывающие. Они даже на нынешние проблемы смотрят с юмором, подбадривают друг друга подобными граффити. И надеются, что в скором времени всё-таки переедут в новое, куда более комфортное и чистое жильё. Артур Махцей, Олег Молхожев, Вести, Карачао, Черкесия. Артур Молхожев, Вести, Карачао, Черкесия.